привет всем сейчас я нахожусь в городе фонтембло во франции город фонтембло находится в 60 километров к юго-востоку от парижа и известный в первую очередь своим дворцом мы живем не в самом городе а в 10 минутах езды вот этого города но фонтембло я бываю практически каждый день потому что мой сын ходит в школу в данном городе сейчас он находится в школе я решила поснимать улицы и стритстайлеров этого города почему стритстайлеров потому что меня очень на это вдохновила я на скворцово мода стиль минимализм так называется ее канал мне нравится как она снимает мне нравится как она комментирует и она живет кстати в италии и я думаю почему бы не снять подобные видео во франции с ее витринами с ее улицами с стритстайлерами посмотрите я рядом нахожусь рядом с витриной с украшениями мне очень нравится украшение цепочки в несколько три или четыре ряда думаю смотрится очень эффектно смотрите какая сумка для тех кто любит рукодельничать можете взять на вооружение идея который будет обшить данную сумку пуговицами бусинами которые можете купить магазине все для рукоделия также на вестринах представлены цепочки различные колье опять-таки в несколько рядов французы очень любят носить подобным образом цепочки и смотрится это очень эффектно вот они стритстайлеры которые ходят по улице сегодня у нас четверг и я нахожусь фантамбло после обеденное премиум в это время можно встретить либо французов элегантного возраста пожилого возраста либо молодежь то есть студентов я показываю витрины сырные витрины как-нибудь расскажу вам о французском сыре хотя сама я его не ем как уже четыре года я отказался от молочной продукции от мяса но вкусы я его помню поэтому расскажу вам о сыре так вот на улицах сегодня можно встретить только людях пожилого возраста или молодежь все остальные находятся на работе работают поэтому в это время мало кого можно встретить показываю также улице с магазинами француженки очень любят джинсовой куртки носят их практически везде в любом возрасте от малого от молодого возраста до пожилого возраста я думаю джинсовая куртка она всегда молодит и все время упрощает образ несмотря какой-нибудь строгий образ можно упростить шансовой курткой очень много ходят в брюках здесь я показываю посмотрите во франции не практически не красит волос то есть ходят с седыми волосами иногда их отращивают и заплетают в такую косу мне конечно до сих пор я не могу привыкнуть к данному образу даже вот в таком элегантном возрасте носят скини сама я брюки никогда не ношу я люблю платья я думаю нам девочкам очень повезло носить платья во первых это удобно это комфортно ничто нигде не жмет это красиво это женственно я люблю платья я за платья но как вы видите практически все француженки они все в брюках им видимо так удобно и комфортно но я в принципе на них мне очень нравится даже здесь дамы за 50 до 60 все носят джинсы все носят брюки и это довольно таки молодец брюки белые рубашки белые кофты пиджаки что отличает образ француза мне очень понравилась эта девушка в комбинезоне я считаю что этот комбинезон очень вытягивает ее силуэт то есть она даже без каблуков и силуэт очень смотрится очень вытянутыми плюс дополняет черная сумка эта монохромность очень вытягивает силуэт французская выпечка французские пирожные французские сыры напишите нравится ли вам французские сыры вообще пробовали ли вы их когда-либо и какие именно вам нравятся я сделаю отдельную тему о французских сырах как я уже сказала очень много также витрин подобных где продают свечи парфюм для дома меня муж все время удивляется как такие магазины могут существовать потому что очень редко я вижу как заходит в данный магазин и возможно продадут может быть две-три свечки но несколько парфюмов 12 в день и какую выручку могут переносить эти магазины я конечно не знаю мой муж все время в недоумении сейчас возможно для них это сложное время потому что фантамблой это туристический город и на данный момент туристов нету из-за данной ситуации это витрины то по-моему свадебные витрины я снимаю свадебные витрины до имеется такой свадебный магазин фантамблоу здесь очень красивый свадебные платья я туда не заходила мы постоянно они обновляют эти витрины и постоянные мимо я прохожу я любуюсь красивыми платьями это магазин для особых случаев для торжеств для тех кто хочет купить какой-нибудь наряд-наряд чтобы пойти на свадьбу или на какое-нибудь важное мероприятие хотя я видела несколько свадеб во франции и здесь гости одеваются довольно таки просто особо-то не наряжаются посмотрите на эту витрину и на эту юбку которую я сегодня приобрела то есть она была со скидкой я купила за 30 евро юбка из хлопка и думаю такая юбка будет сочетаться с любой кофтой то есть как базовый вариант здесь я села в кафе выпить чай но ничего интересного пока вот видите студенты молодые девушки и парни проходят мимо меня но пока но пока интересных стритстайлеров я не увидела люди элегантного возраста все в брюках все в брюках кроссовках в нутринах тоже сейчас выставлены кроссовки кеды потому что данный осенью это очень актуально и практически все носят именно такой обувь которая очень удобно в ней тепло и наверно каблуках здесь редко кого можно встретить если только на каком-нибудь торжестве я практически никого не вижу и сама я не ношу здесь каблуки что в принципе неудобно здесь ходить на каблаках колготки витрина с колготками начинается прохладно скоро будет осень и кальзэдония представляет несколько вариантов то есть большой выбор колготок а но я предпочитаю классику всегда черные колготки я не люблю никакие рисунки итак здесь я захожу в магазин вин потому что завтра мы решили с моими подругами с их мужьями устроить дегустацию вин с региона савеню я обязательно сниму это видео и покажу вам и расскажу какие о французских винах а какие вина нужно можно покупать какие вина и не рекомендуется покупать моя подруга специалист в этом то есть она этим занимается она работает с русскими компаниями транспортирует французское вино в россию и очень много об этом знает поэтому завтра она нам расскажет и я вам обязательно запишу данное видео и покажу и расскажу тоже о французских винах думаю будет вам очень интересно я купила одну бутылку вина по ее рекомендации она нам составила список для каждого купить бутылку вина из данного региона и мы будем завтра дегустировать а здесь у меня фантемло несколько подруг которые являются тоже русскими и мужья у них французы у некоторых некоторые русскоязычные пары дружим мы уже довольно таки давно и он должен отметить что русских здесь очень много я знаю уже довольно таки большое количество русских сегодня тепло джансовые куртки брюки такие образы очень молодят здесь можно даже сказать что во франции и стиль молодых можно даже сказать подростков и пожилых людей не отличается подростки носят джинсы, рубашки, джинсовые куртки, кеды и люди пожилого возраста, элегантного возраста носят практически то же самое поэтому для франции возраста не существует здесь я буду с вами прощаться потому что мне надо пишать забирать своего сына со школы если вам понравилось данное видео я буду продолжать снимать видео со стритстайлерами и с французскими улицами, магазинами, витринами вскоре я сниму видео о французском вине поэтому я с вами прощаюсь спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал пока у меня ноль подписчиков посмотрим что из этого выйдет я с вами прощаюсь и до скорого пока 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 пока